Друзья, привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы с вами просуждаем на тему того, что же будет с Xbox One X, когда выйдет новое поколение. Тема очень интересна, ведь у неё две теории, в которые в одной X-версия продолжит свою актуальную жизнь, а вторая теория заключается в том, что X-версия перестанет быть актуальна, ровно так же, как Xbox One S и Xbox One Fat. Ближе к концу видео вылезет сверху справа опрос по поводу того, к какой теории больше склонны вы. Обязательно щелкните на него, дабы посмотреть на то, какая теория по мнению пользователей более правдива. С вас как всегда геймерский лайк для поддержки видео и давайте начнем. Начнем мы пожалуй с самой теории и с аргументов о том, почему она может быть реализуема. Дело в том, что X-версия консоли Xbox One крайне мощная, если сравнить с консолями нынешнего поколения. И по слухам, новое поколение будет не сильно отличаться от X-версии и вряд ли покажет какой-то мега прорыв. И с этой ситуации можно выстроить логическую цепочку, которая намекает нам о том, что X-версия все-таки будет способна вытянуть игры нового поколения за счет своего мощного железа. Вдобавок ко всему, у майков есть отличные инструменты, которые помогут облегчить оптимизацию игр подряд игровых устройств. И Фил на конкретный вопрос о X-версии точного ответа не дает. Также в копилку плюсов к данной теории идет высказывание Фила Спенсера, что он больше не хочет делить консоли по поколениям. Опять же, данное высказывание очень двоякое, и его можно воспринимать, что в следующем поколении будет обратка. То есть обратная совместимость, и она позволит не делить консоли по поколениям. Ведь на новой консоли будет возможность запускать игры от ранних версий консолей и поддерживать их аксессуары. Либо же то, что X-версия будет неким переходником в новое поколение. Помимо этого, нужно учитывать все-таки тот факт, что консоль вышла не так давно, и это слишком короткий срок жизни такой мощной консоли. И по сути, из того, что было сказано ранее, мы получаем, что обладатели X-версии смогут запускать игры нового поколения. Но тут мы можем вспомнить, что X-версия это восьмое поколение консолей, и за его спиной находятся еще две версии. S и FAT-версия. Если же X-версия будет тянуть новинки, то получается и ранние версии каким-то чудесным образом тоже должны будут то же самое делать. Только как они будут это делать, учитывая их слабое железо, без понятия. Просто если и сейчас картинка на ранних версиях иногда не дотягивает до 1080p, то что будет при запуске новых игр? Скорее всего, тут на помощь могут прийти либо те самые облачные технологии, которые позволят это все осуществить, или тот же X-клауд, который работает за счет стриминга. Только в случае новых игр, стрим будет идти с самих серверов, а не с самой консоли. Также совсем недавно сам Фил практически подтвердил эту теорию в недавнем интервью. Цитирую, наша цель создать семейство устройств и мы сохраним это видение в будущем. Разработчик, который создает игру для iPhone X, не может игнорировать iPhone 6, 7 и 8. Это как пример. И то же самое произойдет с Xbox. Когда Scarlett запустится, на Xbox One S, на Xbox One FAT и на Xbox One X все еще будут миллионы активных игроков. Мы будем продолжать удовлетворять их потребности в играх. Мы будем использовать весь потенциал Scarlett, но не забудем про существующее семейство Xbox. С его слов можно понять, что поддержка старых консолей не прекратится. И они, по сути, должны будут получать новые игры, но в то же время конкретного ответа все-таки не прозвучало. Иногда, кстати, поражаюсь, когда руководители на самый главный вопрос отвечают очень извилисто, сохраняя главную тайну. По железу и по мощности к X-версии сомнений нет, но вот концепция консоли и сама реализация этой идеи под большим вопросом. Вторая теория этой темы кроется в том, что X-версия умрет тогда, когда умрут и ранние версии, то есть вся серия консолей Xbox One. Лично я больше склонен к этой версии, так как она более выгодная для компании. Опять же, вспоминаем, что консоли делятся по поколениям. Шестое поколение это Xbox Original, седьмое поколение это Xbox 360, а восьмое поколение это вся серия консолей Xbox One, в которые входит и S, и X, и FAT версия. По идее, следующая консоль должна быть в девятом поколении, и все новые игры должны будут создаваться только под нее. И тогда, в принципе, цикл логически продолжится. Ко всему этому хочу добавить несколько аргументов. Несмотря на то, что X-версия довольно мощная, в данный момент она очень дешево стоит, а на момент выхода новых консолей будет стоить еще меньше. Мы знаем, что в принципе с продажей консоли, то есть с самого железа, майки якобы не получают так много, как хотели бы. И в данный момент им крайне нелогично давать пользователям возможность купить консоли, которые будут актуальны еще долгое время, почти за копейку. Да, это некий порог вхождения во всю дежуху Xbox, ведь при помощи этого они увеличат деньги за счет покупки игр и подписок. Но тогда разработка железа новой консоли и смысл вообще разработки новой консоли идет в большой убыток. Представьте, сколько народу просто купят X-версию и не будут париться, и у скольки человек X-версия уже есть. То есть, по сути, многим людям получается нет смысла париться и копить на новые поколения, ведь они и так получат новые игры. И если это будет так, то они не занесут майком деньги за покупку новой консоли. Да, мы пока не знаем, что нас ждет в новом поколении, может быть какая-нибудь новая камера, либо же какой-нибудь шлем виртуальной реальности, без понятия. Но явно у новой консоли должно быть то, что должно заставить игроков купить именно эту игровую консоль. Каких-то дополнительных графических эффектов, по типу торсировка лучей или же крайне быстрые загрузки, на мой взгляд, будет мало. Если при этом допускать возможность, что X-версия будет еще актуальна. X-версия может выдавать картинку в 4К при 60 FPS, и этого явно будет достаточно, чтобы насладиться видеоигрой. Мне, кстати, в этот момент еще очень хочется посмотреть на срач людей, которые будут выпендриваться, что у них новая консоль, и она тянет в лучшем разрешении, и на людей, которые будут сидеть на X, и которые будут говорить то, что у них все норм. Просто тут будет некое перебывание некоторых пользователей, которые хотят только играть в лучшем качестве, либо защита чуть устаревшего продукта. Поэтому тут к аргументу покупки новой консоли должны быть либо банальные новые игры, которые будут недоступны на старое поколение консолей, либо же какие-то сверхкрутые возможности самой консоли. Просто если в Xbox Scarlett кроме нового железа и пару новых фишек ничего не будет, и при условии, что X-версия будет актуальна, то новая консоль чуть потеряет смысл. Это будет по сути то же самое, что и сейчас. Зачем я, например, буду покупать X-версию, когда у меня есть S-ка? То есть как бы мне не принципиально покупать консоль ради 4К, поэтому я посижу на S-ке. Здесь будет то же самое. Мне не принципиально там 8К, поэтому я возьму X и буду играть на 4К. Опять же, вспоминая слова Фила по этому поводу, мне очень кажется, что старые консоли будут получать не все игры. Если же за эксклюзиву Microsoft я уверен, то пойдут ли на такой шаг сторонние разработчики? При этом всем нужно помнить, что X-версия это версия семейства консолей Xbox. То есть предполагается, что X-версия не может существовать отдельно от своих ранних версий, и умрет ровно тогда, когда умрет и Фатка, и Эска. Или же они продолжат жить вместе с X-ом. Также хочу отметить, что при исходе, если X-версия будет актуальна, то нас ждет некая проблема с играми. Если же у Sony не намечается того, что Pro-версия будет актуальна, то по сути, разрабам для японской консоли будет предоставлено просто море времени для их оптимизации. В то время, как для Хуана разрабам придется делать игру сразу и для новой, и для старой консоли. Да, возвращаясь к инструментам, это упрощает задачу, но времени на все это будет уходить намного больше, что может сказаться на оптимизации игр. Опять же, я не вникаю в какие-то технические части данной ситуации, потому что я в них не шарю. Я в данной ситуации смотрю со стороны рынка и со стороны бизнеса, и давать людям старого поколения играть в новые игры, это очень благородно. Но капец, как урезается заработок с нового поколения. К этой ситуации можно вспомнить релиз новой части Хейла, которая уже официально подтверждена и на Xbox One, и на Scarlet. И тут продолжается ситуация, которая была в начале нынешнего поколения, что две игры выйдут и на новое, и на старое поколение. Только в том же Xbox Scarlet будет намного лучше графика. Единственный вопрос, который возникает при всем этом, это как будут различаться версии игр. Возможно, это будут две игры, которые будут идти на разных консолях, как это было в том же Ассасине Черный Флаг. Но если же и в новом поколении будут переиздания, то это будет глобальный минус, ибо в восьмом поколении, если честно, они поднадоели. Ибо из-за них мы, по сути, не получаем какие-то новые франшизы. Вторая версия, это то, что майки будут иметь некие графические улучшения для всех версий консолей сразу. То же самое, как сейчас имеет X-версия. Либо же программа Play Anywhere расширится, и теперь мы, покупая одну игру, будем получать её ещё и на Scarlet, помимо Xbox One и ПК. Единственное, за то, что я переживаю в этой ситуации, пожалуй, оптимизация. Опять же, понимаешь, что есть соответствующие инструменты, но даже если когда идёт одно поколение консолей, мы почему-то получаем не лучшие качества, на которые способны консоли нынешнего поколения. Господи, сколько я сказал слово поколение, это же просто жесть. И лично для меня было бы логичнее увидеть переход на новое поколение без оглядки назад. Так как консоли и так, в принципе, тормозят прогресс видеоигр, так как там железо ориентировано на несколько лет. А в этом случае у нового поколения будет сразу якорь в виде консолей восьмого поколения. Либо же тот же Xbox Scarlet нам не покажет ничего сверх крутого. Опять же из-за этого якоря. Также хочу напомнить уже официальную информацию о том, что Xbox Scarlet получит полную обратную совместимость, при помощи которой вы сможете запускать абсолютно все ваши игры, которые покупали на Xbox One, в том числе и игры Xbox 360 и Xbox Original. Помимо этого, не торопитесь прощаться с вашими аксессуарами, ведь они тоже будут подключаться к новой консоли. И на самом деле это не может не радовать, но очень интересно посмотреть, какой же тогда будет новый геймпад в новом поколении, и какие новые функции в него добавят. Честно, тема весьма интересная и очень загадочная, и на данный момент вопрос о том, что произойдет с X-версией после выхода консолей нового поколения, остается открыт. По сути, это было бы здорово и нереальной халявой для тех, у кого X-версия уже имеется, ведь по сути они запасли себя новыми играми еще на 5 лет с лишним. Но что реально произойдет, это для нас пока секрет. Правду на все эти теории мы можем узнать лишь на шоу, в котором сделают анонс новой консоли. И именно там мы можем узнать, что же будет с X-версией, и сможет ли она запускать игры нового поколения. И напоминаю вам о том, чтобы вы не забыли проголосовать в вопросе, чтобы понимать, кто за какую теорию. Обязательно в комментариях выскажитесь на этот счет, и напишите, какую теорию вы больше поддерживаете. Мало ли у вас будут еще какие-нибудь догадки и аргументы в поддержку той или иной теории. А на этом у меня все. Если понравилось видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!